Доброе утро! Это получалось около 80 тысяч на четверых. А мы, получается, съездили с проживанием, с остановками во время пути на ночевке. Мы потратили где-то около 58 тысяч. Но тяжко в дороге ехать. Дети, как переносят? Смотря как к этому подойти, я поняла по своему опыту, что вот эту дорогу уже нужно воспринимать как путешествие. То есть чаще останавливаться, пикники какие-то делать. Разряжать обстановку. Да, в городах останавливаться пораньше. Большая экскурсия. Да, большая экскурсия. Детям сколько лет? Старшему 11, а младшему 4. Вот ты знаешь, что еще можно в дороге очень сильно выматывать? Это пробки. Что-то поговариваются. О них жалуются. Да, близ Крыма очень много пробок. Особенно на Крымском мосту. Даже 17 километров пробки достигали. Вот если верить тому, что пишут в интернете. А впариваю? Честно говоря, на мосту пробок нет вообще. То есть мы проезжали мост с утра в первую дорогу, в обратную дорогу мы днем проезжали, пробок не было вообще. Было очень свободное, незатрудненное движение, все прекрасно. Но еще автопутешественники жалуются на то, что очень часто их останавливали сотрудники ГАИ. Вроде как, как только они видят, что номера не местные, тут же тормозят и проверяют. Сотрудники ГАИ все время видят не местные номера. Вот так скажем. То есть там вся Россия, Украина, то есть очень много туристов. Поэтому не местные номера их не смущают. Нас останавливали за всю дорогу и за проезд в Крыму один раз. Все. Больше не было остановок. Вот ты уже сказала о том, что потратили 58, по-моему, тысяч, ты сказала на четверых. Можно говорить о том, что в Крыму отдых бюджетный? Потому что он позиционируется как отдых-то бюджетный. Доступный всем. Да, доступный для всех. Я считаю, что это на самом деле бюджетный отдых. Я вам говорила о том, что мы потратили это на дорогу и на проживание, а там вы уже сами компенсируете свои затраты на экскурсии, на еду. Это можно по-разному делать. Можно по-разному питаться, можно выбрать разные места для своих экскурсий и там уже скорректировать свое путешествие. Да, это бюджетно. Я в 2013 году, это правда было 5 лет назад уже, я был в Сочи. И там был такой ценник, ну, опять же, это же было перед Олимпиадой, получается, да? Там был такой ценник, что я когда вернулся, я сказал, хорошо, все, я галочку поставил, я у нас на югах отдохну, все. Крым в этом плане штука доступная. Мы ставим галочку, что действительно бюджетно. Да, да, бюджетно, да, доступно. Хорошо. Где жили, где остановились? Значит, мы попробовали разные способы проживания, так скажем. Мы были в отеле, в мини-отеле, останавливались на 6 дней. Мы останавливались в коттедже, мы снимали коттедж на 2 семьи, 5 дней. И мы останавливались просто в деревенском домике. То есть жили там дня 3. Где лучше всего было? В деревенском домике, предполагаю. Понравилось везде, потому что это было по-разному. То есть мы максимально попытались сделать свой отдых разным. Но дешевле всего из-за этих трех вариантов? Деревенский дом, конечно, да. Их очень много сдаётся, пожалуйста, вы можете там выбрать место и выбрать сам дом, какой нужен. Можно заселяться без спроса даже. Добрый день, мы из Тюмени. До моря было далеко? По-разному, то есть где-то вообще близко. Мы так и распределяли отдых, чтобы накупаться. Потом выбрали место, где удобно съездить на экскурсии, да, поблизости есть там дворцы, там разные достопримечательности. И закончить всё так же купанием. Если ты едешь куда-либо и едешь не по путёвке, в которую уже включено питание, соответственно, питание становится, как правило, одним из самых затратных пунктов. Насколько цены выше, чем в Тюмени? Чем в Тюмени, да. А может быть и ниже? В среднем так же, наверное. Так же. То есть рестораны, бары, кафе примерно так же стоят. Но раз у нас были дети, маленькие дети, то есть мы как бы компенсировали наше пропитание, так скажем. Где-то мы днём там обедали в ресторанчике, а вечером у нас была традиция, мы делали семейный ужин на две семьи. То есть делились рецептами. Что-то вкусное готовили, да. Раз это были дома, у нас там были мангальные зоны. То есть мы как бы делали пир такой в конце дня, делились впечатлениями и ужинали вместе. Что касается развлечений, много чего интересного видели? Детям было интересно посмотреть на все эти красоты? Дети, конечно, хотят что? Развлекаться и купаться. Но так как мы сознательные родители, мы хотим, чтобы они ещё и получили какой-то опыт, посмотрели какие-то знаковые места. Да, поэтому мы им показали и храмы очень интересные, пещерные, и показали и античные города. И мы были в средневековых крепостях, которые сохранились хорошо, которые есть оборудованные для туристов, а есть не оборудованные. То есть вы едете, видите на холме крепость, остатки, идёте туда, поднимаетесь. Да, и мы показали им, ну и естественно мы добавили развлечений. Мы в аквапарк свозили, там посмотрели животных, природы добавили, мы ездили на гору, поднимались на 1100, получается, метров над уровнем моря, там канатная дорога проходит. Вот, и, ну то есть было очень здорово и очень по-разному. И я, и Кристина бывали в разных местах, бывали в разных отелях, и в каждом отеле отношение к туристам своё. Где-то тебя принимают, да, как своего, будьте любезны, пожалуйста, где-то нет. А как в Крыму относятся к туристам? Крым всё-таки наш, как по ощущениям? По ощущениям, действительно, у меня лично создалось впечатление, что наш, и что он очень хотел быть нашим. Потому что даже у нас вот в стране не увидишь в каждом дворе, например, флаг, да, российский. Не увидишь какие-то такие, вот, например, мы снимали домик в Каче, там вот был портрет Путина. Вот какие-то такие рисунки, которые напоминают вежливых людей. Или вот такие магниты. Ждём мост, мы уже дождались, да? Да, да. Вот. Пожалуйста, флаг. Замечательно. Огромное спасибо за встречу, друзья. Я думаю, что мы сегодня ответили многим из вас на вопрос, стоит ли ехать в Крым, если вы там ни разу не были. Ну, а если были, и были, может быть, давно. Стоит повторять. Я думаю, стоит это повторить. Я там не был ни разу. Ты была в Крыму? Нет. Вот, возможно, следующий эфир мы с Кристиной Смирновой. Туда и отправимся. Да, запишем из Крыма. Огромное спасибо за встречу. Счастливо. Спасибо.